Функции иммунной системы. Иммунная система выполняет огромное множество различных функций. К ним относятся защита от инфекций. Естественно, это первая и самая главная функция иммунной системы. От бактерий, от вирусов, от грибов, паразитов. Основную функцию иммунная система осуществляет через развитие специфических, то есть иммунных, реакций. Эти реакции основываются на способности распознавать своего и чужого. И в дальнейшем уничтожать чужого. В результате иммунной реакции появляются антитела, которые составляют основу гуморального иммунитета. А лимфоциты являются основными носителями клеточного иммунитета. Следующая функция иммунной системы – это защита от токсинов. Еще одна функция – защита от злокачественных клеток, которые образуются внутри организма. Осуществляется контроль опухолевых клеток, которые могут бесконтрольно делиться и вызывать онкологию. Четвертая функция – это уничтожение старых, дефективных и поврежденных собственных клеток. Пятая функция – иммунологическая память. То есть специфичность иммунной реакции заключается в том, что на антиген А вырабатываются антитела и клетки анти-А, которые не взаимодействуют с другими антигенами. А на антиген Б вырабатываются только антитела и клетки анти-Б. Это обусловлено тем, что повторный контакт с антигеном вызывает ускоренное и усиленное развитие иммунного ответа и более эффективную защиту организма по сравнению с первичной реакцией. Эта способность иммунной системы легла в основу вакцинации. Шестая функция иммунной системы – это контроль над аутоиммунными заболеваниями. То есть эта функция обеспечивает терпимость иммунной системы к собственным тканям, к собственным клеткам организма, что предотвращает развитие аутоиммунных заболеваний, когда антигеном выступают собственные клетки организма человека. Седьмая функция – это заживление ран и регенерация. Иммунная система играет очень важную роль в восстановлении тканей после повреждения, например, после травмы или после ожога. И восьмая функция – это поддержание нормальной микрофлоры. Нормальная микрофлора позволяет осуществлять защитные свойства слизистых оболочек, особое вещество, которое называется лизоцим, обладает бактерицидным свойством и позволяет слизистым оболочкам выполнять барьерную функцию по отношению к болезнетворным микроорганизмам. Вот тут такая табличка у нас. Функция защита – это распознавание и защита от патогенных микроорганизмов и их токсинов. Бактерии, вирусы, паразиты, грибы, токсины. В случае патологической реакции – это могут быть иммунодефициты или онкологические заболевания, то есть если иммунная система не справилась. Следующая функция иммунной системы – это толерантность, то есть распознавание собственных структур организма и обеспечение отсутствия иммунных реакций против них. Соответственно, если иммунная система не справляется с этой функцией, то у нас возникают аутоиммунные заболевания или аллергия. Следующая функция – это очищение, обнаружение и удаление старых, поврежденных, потенциально опасных собственных клеток и микроорганизмов. Если иммунная система не справляется, возникают опухоли, возникает иммунодефицит. И последняя функция – это регуляция, клеточная регенерация, взаимодействие с эндокринной и нервной системой. Если иммунная система не справляется с этой функцией, у нас возникают хронические заболевания. Виды иммунитета. Иммунитет у нас бывает врожденный и бывает приобретенный. Иммунная система заботится об иммунитете организма. Благодаря иммунитету мертвые клетки также выводятся из организма. Общий иммунитет состоит из двух типов – врожденного и приобретенного. Врожденный иммунитет, или его еще называют естественным иммунитетом, мы имеем с самого рождения. Он поддерживается всеми элементами, с которыми рождается человек. К ним относятся оболочки тела и его внутренние компоненты, такие как кожа и слизистые оболочки, а также естественные защитные механизмы, такие как чихание, кашель, слезотечение. Этот тип иммунитета является первой линией защиты иммунной системы. Он не направлен против каких-то специфических антигенов. Врожденный иммунитет, он передается по наследству от родителей. Организм получает антитела от матери через плаценту или с материнским молоком. Именно поэтому часто дети, которые выкормлены искусственным путем, находятся на искусственном вскармливании, они имеют более слабый иммунитет. Они чаще болеют, они подвержены инфекционным заболеваниям и чаще страдают от диабета. Врожденный иммунитет не требует предварительного воздействия антигена. Он немедленно отвечает на чужеродный агент и распознает его. Его компонентами являются фагоцитарные клетки, нейтрофилы, моноциты, макрофаги. Врожденные лифоидные клетки, естественные клетки-киллеры. И полиморфно-ядерные лейкоциты. Фагоциты с древнегреческого языка переводятся как пожиратели клеток. Они пожирают вирусы и бактерии, а также погибающие собственные клетки. При этом они сами погибают, но успевают выработать вещество, которое вызывает местную воспалительную реакцию. Эта реакция является сигналом для новых фагоцитов. Один фагоцит может поглотить 15-20 микробов. Если он поглочает больше, то умирает. И как раз смесь живых и мертвых фагоцитов и бактерий мы знаем как гной. Фагоцитарные клетки включают нитрофилы в тканях и крови, моноциты крови, макрофаги в тканях. Эти клетки поглощают и разрушают антигены. Им помогают антитела, которые вырабатываются в рамках приобретенного иммунитета. Естественные клетки-киллеры уничтожают клетки, зараженные вирусом и клетки некоторых опухолей. Типичные естественные клетки-киллера относятся к врожденным лимфоидным клеткам. Такие клетки составляют от 5 до 15 манонуклеарных клеток периферической крови. У них отсутствуют антиген-специфические рецепторы. Типичные естественные клетки-киллера отвечают за появление в организме опухолей. Естественные клетки-киллеры уничтожают своего врага только при отсутствии сильного сигнала ингибиторных рецепторов. Также естественные клетки-киллеры производят некоторые цитокины. При дефиците естественных клеток-киллеров человек особенно подвержен к вирусу герпеса и инфекциях, вызванных вирусом папилломы человека. А профицит таких клеток, то есть когда их много, способствует развитию аутоиммунных заболеваний. Полиморфно-ядерные лейкоциты известны как гранулоциты, так как их плазма содержит гранулы. Они включают нейтрофилы, которые захватывают и убивают, и переваривают микроорганизмы. В основном это бактерии. Также они включают эозинофилы, которые защищают организм от паразитов и способствуют развитию аллергических реакций. Уровень эозинофилов повышается при глистных заражениях, также может повышаться при аллергических заболеваниях. И третий вид это бозофилы. Они выделяют гистамин, который участвует в воспалительных реакциях и также повышается во время аллергии. Продолжение следует...